Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня, как обещала, я расскажу вам о этих мега-чудо-раскрасках 3D. У меня два вида раскрасок. Одни у нас просто идут раскрасочки, то есть показывают нам картинку и какое-то музыкальное сопровождение. И раскраска, которая идёт с диктором, который читает эту раскраску. Я, честно, была удивлена вообще просто. И сама, как ребёнок, когда увидела эти раскраски, они такие суперские, такие милые. В общем, я захотела всё попробовать и накупила своим племянникам. Но реально самой хочется всё раскрасить, всё попробовать. Это реально очень прикольная вещь даже для взрослого. Поэтому, мне кажется, для ребёнка любого возраста это будет прикольно. Итак, в чём здесь фишка? Давайте начнём с простой раскрасочки, которая идёт с музыкальным сопровождением. Значит, здесь идёт у нас программа для Apple и для Android. Здесь у нас идёт просто такие раскрасочки. Мы их раскрашиваем. Лучше ребёнка замотивировать, чтобы он их раскрасил, и потом показать ему через программу. Потому что здесь, даже если не раскрашенная раскраска, и вы будете показывать через программу, то она всё равно будет уже раскрашенная. Как это работает? Значит, здесь у нас сзади есть код. Не буду показывать, какой. Есть код, и мы устанавливаем программу. Для начала, например, вот у меня Android-телефон. Я установила программку, называется она Divarkids. Мы её скачиваем. Затем в этой программке мы находим нашу раскраску. Нам будет написано «Живая раскраска», например, да, или название этой раскраски. Находим эту раскраску и вводим этот код, который сзади. Ввели код. После этого мы берём с вами какой-то рисунок. Давайте возьмём рыбку. Рыбку я ещё не смотрела. Вместе с вами сейчас посмотрим. У нас грузится программка. Вот она. Согружается. Дальше мы находим нашу живая раскраска. Я уже код ввела здесь, поэтому я просто включаю play на экранчике. Включаю play. У меня здесь сейчас будет камера. Интересно. Вот она включилась. Дальше мы наводим камеру на наш рисунок. Должно сфотографировать. Вот он поймал. И рыбка наша жила. Хотя здесь я смотрю, она не сильно цветная или цветная. Вы видите? Поближе. Рыбка. Ты где? Вон она. Поплыла. И слышите музыкальное сопровождение. Её можно на самом деле смотреть с разных сторон. То есть, да? Сверху. Снизу, наверное, нельзя. Вот она у нас плывёт. Самое интересное, что если мы поставим, да, что-нибудь сюда, там, что-то цветное, то картинка меняется и будет у нас, то есть, вместе с этой картинкой. То есть, очень экспериментировать нельзя. Вот у меня есть микрофон такой полосатый. И когда я делала одну из картинок, у меня была картинка полосатая. У меня был сам вот этот персонаж полосатый. Ну, короче, в общем, можно экспериментировать, ставить что-нибудь туда, да, и опять смотреть. В общем, что угодно. Дальше вот такой вот лисицы и журавль. Здесь у нас диктор. То же самое сзади кот. Точно так же здесь же мы находим. Вот я делаю назад. Здесь же мы находим. Вот лисицы и журавль. Также включаем play. Сейчас у нас будет здесь камера. Также мы наставляем. Фотографируем сейчас. Лиса с журавлём подружились. Хорошо, что? Вот задумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманёк, приходи, дорогой. Уж я тебя угощу. Здесь фишка в том, что, видите, нераскрашенное, и оно будет нераскрашенное. Что само по себе ребёнка будет, конечно же, мотивировать. А вот на раскрашенное. Лиса с журавлём подружились. Вот задумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманёк, приходи, дорогой. Уж я тебя угощу. Тоже можно сверху, сбоку. Вот. И самое интересное, что детей можно, да, они могут нарисовать там голубое дерево или розовое, например, да, и увидеть, что это. В общем, отличные раскраски. Я вообще с них в восторге. И купила своим друзьям-блемянникам. Я уже говорила это во влоге. В общем, очень интересно. Ну, ещё что я купила? Волк и семеро козлят, колобок, курчка-ряба, каша из топора. Вообще, моя любимая сказка. Каша из топора. Племянник уже у меня выбрал. Вот. Лисица и журавль. И волк и семеро козлят ему нравятся. Вот я ему эти две подарю. Потом ещё есть мальчик. В общем, выберу для него. Для моей подружки. Для Леночки. Вот. Своей племяшке у меня один год. Я и правда не знаю, как она поймёт, вообще что-то или нет. Но мы попробуем. Вообще, родители, я думаю, им понравятся. И кому ещё? Кому ещё? Кто у меня там ещё? А, ещё у меня... У меня заловка моя. Тоже четыре года. Уже когда приеду, будет ей пять, наверное, лет. Тоже ей подарю что-то такое. В общем, я думаю, что это отличное... Вообще, просто отличное развлечение для ребёнка. Отличный подарок на день рождения. Или ещё куда-то. Дарите, пользуйтесь. Я покупала в интернете. Это, к сожалению, у парня этого была уже распродажа. Это вряд ли у него уже они остались. Потому что они не занимаются этими раскрасками. Я купила вот одни из последних. Вообще, цена у них где-то 300-400-500 рублей. Везде по-разному. Вот. Так что, кто об этом не знал, мне в комментариях писали уже девочки, что кого-то я удивила даже этими раскрасками. Да и сама удивилась, когда мне рассказали. Я сразу решила своим всем купить. Что кто ещё не знает, что подарить. И когда идёт в гости, особенно к детям, не знаешь никогда, что подарить. За дни пистолетики уже всё надоело. А тут как бы и раскрашиваешь, да, и как бы и сказка, и красивая картинка. В общем, такие интересные эксперименты. В общем, кому было интересно, кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Много интересного впереди. С вами была я, Селена Свои. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok